Всем привет! Сегодня поговорим немного о том, как подобрать подходящую велообувь в интернете. Собственно, как и любую другую, опираясь на добросовестность таблицы размеров различных производителей. Однако, иногда этого бывает недостаточно. Тогда такие гиганты, как Chain Reaction Cycle или Wiggle предлагают заказать 4 пары одной и той же модели, а неподходящие бесплатно отослать обратно. Обычная практика, однако отвлечемся и сравним обувь в онлайне с велосипедами. Обычно у обуви 2-3 аспекта, обуславливающие удобство последующего использования. У велосипеда их десятки, при этом 2-3 велосипеда, конечно, не заказать. Поэтому рекомендую, особенно тем, кто не имел опыта с определенным типом велосипеда, подходящей ростовкой, удобной геометрией, использовать возможности посетить ближайший веломагазин, пощупать товар, сделать пробную поездку, получить консультацию. И если все подходит, и сервис был достоин, то может даже и купить. Именно такие покупки становятся самым ярким воспоминанием в новой истории велосипеда и хозяина. Люди пишут мне о бюджетах от 2-3 тысяч евро и выше, при этом не обделенные желанием сэкономить даже в премиум сегменте. Но как раз при таком бюджете и нужно повысить требования и искать велосипед под себя, а не наоборот. Если у Кальнага вы можете позволить себе только раму, то практического смысла от нее с обвесом начального уровня и 2-х килограммовыми колесами мало. Ищите бренд, который будет иметь историю, хорошие отзывы и гармоничный комплект компонентов, например, Роза Байкс или Радон. Также можно съездить в другой город, в котором продается такой велосипед, где хороший по открытым в интернете сервис. Если такого города рядом нет, то в другую страну, например, проведя там заодно туристический отпуск. Вернемся же к обуви и таблицам размеров. У фирмы Bond имеется замечательная на первый взгляд система. Даже имеет место подготовка, после которой думаешь, ну все, отмечаешь границы по длине и ширине стопы, вводишь полученные данные на сайте и вот тебе рекомендация по размеру. Мне порекомендовали 44, прочитав в комментариях о том, что это маломерки, заказал еще 2 размера вверх. В итоге 44,5 оказался именно тем размером, при котором ступня вздохнула после недели мучений и экспериментов со старой обувью. Вывод. Даже нестандартные методы измерения стопы онлайн не помогли бы оптимальному выбору. Не говорю уже об обычных табличках, в которых иногда имеются только целые размеры. Стоит добавить, что такую обувь, как и любую другую, примерять стоит в течение долгого времени. Так как в процессе носки нога может слегка опухнуть, дискомфорт может появиться, например, только после 30 минут ношения. Так, 44 оказался именно таким вариантом. Сначала вроде идеально, но после некоторого времени дискомфорт, пальцы трутся друг от друга. Специально вела туфли, пока не решились отправлять назад или нет, советую носить исключительно на мягком ковре, чтобы не поцарапать. После годов использования модельной обуви, псевдоспортивных кроссовок, пальцы ног таки обрели свой каждодневный просторный дом. Еще в детстве было круто при поездке на троллейбусе пытаться удержать равномесие. Однако главную опору почему-то было принято запаковывать в узкие кожаные туфли. После пары десятков километров и небольших спринтов могу сказать с уверенностью, эта обувь лучшая, что случалось с моими ногами после беговых кроссовок. Зачем ограничить себя и свое тело? Меньше пшика, больше комфорта. Молда или запекания в печке в этом видео не будет. Во-первых, еще не сделал. Во-вторых, еще нужно сделать. Напишите в комментариях о вашем интересном опыте при выборе обуви, появлялись ли проблемы при носке, как вы их решали. Буду рад, если поделитесь этим видео с тем, кто думает заказывать обувь, а также оценки в виде пальцев вверх или вниз. До-доо.